Диана Шилова 5 декабря ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был награжден орденом Дружбы Российской Федерации. Награда была присуждена за заслуги в развитии науки и образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. По поручению Владимира Путина вручал государственную награду ректору КФУ полномочный представитель России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Мы поздравляем ректора со столь важной наградой. А в Казанском федеральном стартовал ежегодный конкурс на знания иностранных языков «Полиглот» уже в 13-й по счету раз. Принять участие в конкурсе съехались ребята со всех уголков России. 5 декабря в Большом концертном зале «Умник» состоялось открытие конкурса на знания иностранных языков «Полиглот» среди студентов неязыковых специальностей. Университет должен давать и раскрывать возможности для студентов, и раскрывать в разных направлениях. И много лет назад, это более 10 лет назад, вместе еще тогда с Институтом языка, у нас родилась идея посмотреть, насколько студенты владеют знанием языка. Поэтому мы пришли к тому, чтобы организовать конкурс, в рамках которого студенты могли посоревноваться в знании языка. Принять участие в конкурсе приехали ребята из разных городов нашей необъятной страны. Церемония открытия была богата на приветственные речи. Знание языков – это весь сегодня очень необходимый и нужный. Без этого сегодня, наверное, нельзя представить современного образованного культурного профессионала. И в этом смысле, этот конкурс, он, конечно, действительно имеет большое значение, что прививает студентам тех, кто к языкам. К слову, конкурс пройдет в два этапа. Первый тур – письменный, выключая себя аудирование, лексико-грамматическое тестирование, понимание письменного текста на иностранном языке. Участие во втором туре пройдет по отдельным номинациям. Так, в номинации «Полиглот» будет оцениваться устное высказывание на двух иностранных языках. В номинации «Переводчик» студенту предложат перевести текст с русского языка. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюз. В КФУ состоялся Всероссийский форум по финансовой грамотности. В рамках формы прошел конкурс на знания экономики. Какие мероприятия ждали студентов и в знании каких тем соревновались в конкурсе? Ты узнаешь в сюжете Артема Тупичкина. В 5 октября в Казанском федеральном университете состоялось открытие Всероссийского форума по финансовой грамотности. Мероприятие проходит на базе Института экономики, управления и финансов КФУ. Для студентов подготовлен курс лекций, затрагивающих различные темы финансового планирования. Среди них финансовый учет, банковское дело, экономико-математическое моделирование и другие. В рамках форума состоятся экономические квесты, необходимые для практического понимания материала. Мы видим с вами, что жить без знания, без финансовой культуры становится просто-напросто невозможным. Человек начинает становиться реальным участником и реальной жертвой того, что мы называем финансовыми рынками. Также на форуме состоится международный молодежный симпозиум по управлению экономикой и финансами. В рамках симпозиума был организован конкурс докладов. В нем участвуют студенты из Казанского и Уральского федеральных университетов, Тюменского государственного университета и других вузов России. Лучшие доклады будут опубликованы в журналах «Экономический вестник» и «Самоуправление». Конкурс необходим для развития молодого поколения специалистов. Вы стоите у истоков изменения экономического образования, изменения финансового образования. Вы то поколение, которое будет учить финансы и работать с финансами по-другому. Итоги конкурса будут подведены 6 декабря. Тогда же состоится и вручение наград. Артем Тупичкин, Леонардо Влитяров, Универньюз. Казанский федеральный университет хочет изменить школьные занятия по информатике и пытается сделать их более интересными. Уже сейчас в Инженерном институте Казанского федерального университета создаются образовательные наборы для школ. Об остальном тебе расскажет Олег Кашин. 5 декабря Инженерный институт Казанского федерального университета показал редакцию универньюз своего робота по имени Рома. Рома означает робот малоантропоморфный, то есть человекоподобный. И действительно, робот чем-то напоминает маленького ребенка. Этот робот-конструктор для обучения основам робототехники в школах и вузах, учащихся которых смогут изучать типовые механизмы управления роботом. Кроме этого, предполагается, что ученик должен собрать робота сам по приложенной в комплекте инструкции. Это education kit, это набор для обучения школьников, студентов, школьников старших классов, студентов практически весь диапазон обучения. И магистры, и бакалавры, то есть все могут в принципе заниматься с помощью этого. Изучать основы роботтехники, программирование. Начиная от идеи до программирования, Рому создают в Казанском федеральном университете. Все этапы производства проходят именно здесь, в Казани. Аппаратную часть заказывают в Китае, а корпус печатают на 3D-принтере. Робот собран на базе самых популярных и доступных микрокомпьютеров для того, чтобы максимально удешевить производство. Форма была обусловлена тем, что мы пытались предоставить именно те контроллеры, которые сегодня популярны в среде школьников, студентов. Это Ардуино и Разбери. То есть он создан на базе двух контроллеров. И поэтому, соответственно, мы старались, чтобы они удачно и в плане конструкции были размещены. Поэтому форма и размеры обусловлены размерами и формы, скажем так, форм-фактором контроллеров. Кроме этого, Рому можно использовать как персональный компьютер. Сделать это очень просто. Достаточно подключить монитор, клавиатуру и мышку, и ученик сможет воспользоваться офисными программами или выйти в интернет. Можно предположить, что уже в ближайшем будущем такие роботы будут в каждой школе, ведь информационные технологии уже ворвались в наш мир. Олег Кашин, Роман Самарин, Универ Ньюс. В России появился новый праздник. Кто и как его отмечает, расскажет Аделя Шамилова. Последний месяц года стал еще богаче на праздничные даты. Теперь ежегодно в России будет отмечаться День волонтера. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Данный указ уже опубликован на официальном сайте правовой информации. День добровольца, или как его еще называют День волонтера, активно отмечается во многих странах, но в России его отметят впервые. Многие задаются вопросом, почему и для чего все больше людей с неподдельным энтузиазмом занимаются безвозмездным трудом. Попробуем разобраться. Когда я прочитала сообщение о том, что Путин подписал указ, для меня первая эмоция была «Неужели?». Просто потому что я радуюсь, что вот сколько-сколько потихонечку начинает в России развиваться волонтерство, добровольчество. Изучала опыты других стран, ездила на гастроли в разные страны, и там на самом деле это нормальное совершенно человеческое явление. У нас, к сожалению, пока мы на стадии становления только еще. 5 декабря – это день, когда вся Россия славит мощь добровольческого движения. Как признается один из ярких представителей волонтерского движения Гульфия Мутугулина, добровольчество стимулирует креативность, черпает силу в наших чувствах и эмоциях и ведет волонтеров к тем, кто больше всего в них нуждается. Мне, которые задают самый популярный вопрос, это «Сколько тебе платят?». Друзья, волонтерство – это бесплатно, это именно от души, это именно для души. И такой труд невозможно не заметить и не поощрить. В преддверии нового праздника добровольческий проект «Я добротворец», руководителем которого является Гульфия, и по совместительству ведущий нашего телеканала выиграл грант размером в 100 тысяч рублей. «Это случилось. Я добротворец – лучший добровольческий проект в сфере культуры Российской Федерации», отписала Гульфия в своем инстаграме. Мне посчастливилось стать финалистом конкурса «Доброволец России» в номинации «Волонтерство в сфере культуры». И вот только сейчас, буквально пару минут назад, случилось такое, что написали, что у нас должен был праздник быть два дня, 4 и 5 декабря, а сейчас еще и 6 декабря будет праздник, то есть три дня мы будем отмечать этот праздник. Планируется приезд знаменитостей в разных сферах, конечно же, наших государственных деятелей, и очень здорово и приятно, что теперь волонтерство выходит на более высокий уровень. Неоспоримым подтверждением всего вышесказанного служит поистине неоценимый вклад волонтеров в проведение таких масштабных мероприятий, как универсиады в Казани, олимпийские и параолимпийские игры в Сочи и многое другое. Потратить свое свободное время каждый из нас может двумя способами – с пользой и без. Извлечь пользу из потраченного времени поможет волонтерская деятельность. Найти единомышленников и способ реализации собственного неравнодушия и чуткости не составляет особого труда. Просто оглянитесь вокруг. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова